Добрый день, с вами опять Философский Штурм и Свободная Радио Альбимута. Сегодня мы поговорим о дефектах масс в системах, похожих на ЕК-атроси. Как мы знаем, там были обнаружены определенного рода эффекты. Эти эффекты связаны с тем, что у нас изменился изотопный состав никеля и принципиально изменился изотопный состав лития. Также много чего интересного, но нам будет интересно только литий и никель сегодня. Значит, кто у нас будет сегодня главными героями? Какие тексты? Ну вот, например, есть вот такой замечательный перевод вот этой статьи Нормана Кука и Андрея Роси. Выправлено Болоцким из Института Химии. Чем он хороший, этот перевод? Потому что здесь есть очень неплохой комментарий, точнее даже хороший, отличный комментарий по поводу того, что люди пишут. То есть Норман Кук и Андрея Роси. Вот, выделено зеленым цветом. Всем я рекомендую, я постараюсь прицепить его снизу к нашему файлу. Вот эта статья. Очень нужна здесь. И вот ее табличка. Второй перевод этой же работы. Та же самая табличка, по-другому она выполнена. Значит, это перевод у нас Келлина. Вот кому какой нравится. Вот он здесь без этих, без, соответственно, без комментариев. Если не можно, то тоже так же работать. Вот. И третий наш герой. Это вот известная работа, в свое время она делала, что очень много шума. Это автор Чернов, Никитенков, Крёнинг и Баумбах. Она была опубликована в 2000 году. Она говорит о том, что если мы берем не обе палладии титан и тонкие пленки на керамике алюминия, и начинаем их насыщать изотопным водородом, то меняется изотопный состав всех этих веществ. Что очень интересно. Но поскольку в 2000 году такая статья не могла быть опубликована по понятной причине, то авторы вынуждены происходящие эффекты маскировать и говорят, что типа там происходит холодная диффузия. Это, конечно, совершенно не так. Никакая холодная диффузия там не может приводить к подобного рода эффектам. Именно там идут определенного рода реакции типа Ленг. Я эту статью тоже прикреплю снизу, и вы ее можете почитать. Статья на самом деле очень знаменитая. Опять в ней нас будет интересовать одна очень простая вещь. Значит, вот опять табличка. Ну вот, посмотрите, здесь происходит опять изменение изотопного состава лития. То есть лития 6 стала чуть больше, а лития 7, соответственно, стала меньше. А с титаном, например, происходят другие интересные эффекты. То есть посерединке изотоп, его количество начинает убывать, а рядом, например, оно будет возрастать. Или вот похожие эффекты имеют место быть в литии. В литии, в никеле. Вот, то есть происходят определенного рода какие-то интересные эффекты. И мы это просто постараемся в лоб примитивным образом посчитать. Как мы это будем считать? Вот давайте я возвращаюсь к табличке. Значит, смотрите, как интересно. Значит, вот здесь уважаемый комментатор говорит, что примерно то же самое, что говорят Римский Корсаков и Евгений Александров. Что, по всей видимости, это магия Россий. И надо вообще, говорю, было отслеживать ситуацию, когда человек ее, значит, вынимал. Значит, лития у нас стала, соответственно, 6 изотопа было 7,5. Вот, в природе. У них было поболее, да? А в конце опыта его стало 92. А седьмого лития, который доминирует, вообще говоря, в природе и в эксперименте тоже, стало почти незначительное количество. А с никелем произошла следующая очень интересная вещь. Оказалось, что 58, 60 и 61 изотопы никеля практически исчезли из-за броса. И все превратились в 62 изотоп никеля. Это очень важно. Но еще, более того, важнее, что, в общем-то, то, что я буду вам рассказывать, ставить под полное сомнение, что 64 изотоп никеля, он тоже прекратил свое существование. То есть, все практически полностью переходит в 62 изотоп никеля. Вот. Значит, как люди эту ситуацию объясняют, Кук и Россия? Они объясняют это следующим образом, что у нас есть литий. К этому, к литию добавляется водород, то есть протон. И, значит, после этого происходит распад вот этого самого бериллия, уже появившегося, на две альфа-частицы. Эти альфа-частицы полностью носят собственную энергию. Вот. Вот такая вот интересная вещь. Ну, конечно, это очень странно. Это очень странно, потому что никакого излучения при этом не фиксировалось. А в природе известно, на самом деле, что если мы действительно можем к литию 7 прикрепить один протон и превратить его в бериллия, то эта реакция пойдет с выделением энергии. И там появится гамма-квант. Вот. Потом бериллий, конечно, распадется на две альфа-частицы. Но, опять я повторяю, что здесь, как бы, что перед этим будет гамма-квант. Потому что состояние вот этого самого бериллия, 8-го, 4-го, хотя он очень нестабильное ядро, он некоторое время пробудет. И мы это сейчас все возьмем и проверим. Вот я тут заготовил такую простую табличку, значит, не очень красивую. Она была попроще, теперь она перегружена. Вот у нас здесь массы. Я делаю всю работу, выполняю в атомных единицах массы. То есть не в электрон-вольтах, а в атомных единицах массы. Одна атомная единица примерно соответствует одному гигаэлектрон-вольту. Это явно указывает на возможность сотворения мира, потому что Господь, когда творил мир, подумал и о физиках, для того, чтобы ему удобно было считать, сделал так, что одна масса примерно равна одному гигаэлектрон-вольту. То есть вот такая. То есть это 10 в девятый, соответственно, электрон-вольт. То есть даже вот это. То есть у нас такая картинка у нас происходит. Вот здесь дальше выписано у меня водород, гелий, бериль, литий. Вот наш самый знаменитый. И кроме того, значит здесь мы смотрим и вот на этот самый, на бериллий. Про бериллий мы здесь тоже что-то такое изучаем, пишем. Вот. Теперь наш главный герой. Предположим, что у нас создано сильно связанное состояние между литием. Значит, моя интуиция, она состояла в одном очень простом вещи. Поскольку у нас лития 7 стало меньше, а 62 изотопа никеля стало больше, то такое ощущение, что где-то отняли один нейтрон, и этот нейтрон как бы добавился к всевозможному к никелю. И вот в самом деле, если действительно у нас литий 7 распадается, он теряет один нейтрон и переходит в литий 6. Ну пойдет такая реакция или не пойдет? Ну не пойдет, конечно. Почему? Потому что оказывается, здесь вот я это делаю, пишу, оказывается, что для этого процесса нужно затратить энергию. Вот на хеденицах массах вот она такая. То есть порядка восьмитысячных. Вот она восьмитысячных. Вот. Дальше мы теперь переходим к этому, к никелю. И мы должны понять, почему все у нас собирается на 62. Но в самом деле, если у нас оказывается так, что 62, после 62 никеля изотопа реакции не идет, то что-то здесь, что-то ее должно объяснять. И опять начинаю считать дефекты масс. Эта отработка должна быть людям достаточно полезной. И вот мы смотрим, чтобы 58, если у нас где-то взялся нейтрон, он присоединяется и получается 59 никель. Ну и как у нас там... Ну вот реакция, она вот подобного рода идет. Вот она. Видите? 9. То есть 9 мегаэлектрон вольт приблизительно. Здесь 12 и так далее, и так далее. Но она доходит до 62-го изотопа никеля. Почему реакция эта дальше не идет? А потому что энергия, которая при этой реакции выделяется, дополнительная вот эта, она оказывается меньше, чем энергия, которая нужна для того, чтобы развалить и литий-7, и литий-6, и на литий... На литий... И нейтрон, соответственно. Вот она. Вот я здесь пишу, что реакция от подобного рода не идет. Вот ситуация, картинки вот такая. Это все было бы совершенно чудесно, казалось бы, очень просто, на пальцах удалось получить простое объяснение, почему все изотопы никеля, они оказываются, соответственно, превращаются в 62-й изотоп никеля. Ну вспомни нашу эту самую табличку. Но у нас же тут еще был редко встречающийся во все времена, во все года, значит, 64-й изотоп никеля, его меньше 1%. Меньше 1%. А потом он совсем не становится. Но с моей точки зрения, я эту ситуацию тоже изучаю просто на уровне вот этой энергии равномасной скорости света в квадрате, то есть элементарных дефектов масс. Вот я ее изучаю просто. И она там тоже не должна идти. То есть у нас, по сути, если у нас реакция, это возможно, то есть у нас литий И-7 выступает в качестве донора нейтрона для никеля, то есть путем каким-то образом водорода, образует сложная система между наводороженным никелем и литием, каким-то образом, вот эта самая система, то и литий И-7 выступает в качестве донора нейтрона. То вот такая вот забавная штука. Она, получается, в эксперимент поговорит, что 64-го изотопа никеля тоже не стало, а, по-моему, его процент должен был сохраниться. Ну, значит, наверное, по всей видимости, я где-то не прав. Но вот эту такую работу я выполнил, и табличку эту я построил. Вот. Значит, что еще у нас тут интересного? Ну, после этого я опять возвращаюсь к вот этой самой статье, значит, Черновая и русско-немецкая компания, да, и смотрим на их табличку, на изотопный состав. И мы понимаем, что при помощи, ну, действительно, у нас так уже меняется изотоп лития, там происходит что-то другое. То есть получить что-то, какой-то такой красивый результат, напоминающий вот этот результат с сбором всех изотопов при вращении в 62-й изотоп лития, лития никеля, ни в коем случае не получается. Ну, никак. И ни почему у нас не получается. Ну, вот эту простую работу должен был кто-то выполнить. И вот я эту работу выполнил, посчитал кучу дефектов масс. Сейчас, боюсь, что я не очень сильно сейчас ее презентовал, да, не очень. Тем более у меня и в самой деятельности где-то есть проблема. Сейчас я вспомню, где. Так, вот у нас здесь есть такая вот проблема. А, значит, вот я начал считать гелий, который есть связанное состояние, то есть то самое атамовское, между двумя электронами и альфа-частицей, то есть вот этой середины. И посчитал, значит, опять дефект масс. И вот он получился вот такой, то есть 8 на... Ну, вот, то есть, соответственно, 7, 2, значит, это порядка 800 электрон-вольт. Но это должно соответствовать энергии ионизации. Больше взяться некуда. И это всего 80 электрон-вольт. То есть я ошибся на порядок. Не знаю почему, считал вроде бы все правильно. Если в чем я здесь ошибся, пожалуйста, мне объясните, в чем здесь дело. Хотя я, в общем-то, сейчас предполагаю, в чем там было бы дело. Почему у меня здесь не получилось правильно посчитать результаты. Вот так. Значит, спасибо за внимание. Вот, расчеты я такие сделал. Табличку такую красивую собрал для палладия, вот, например, тоже для титана и всякого прочего. И результат получился немножко разочаровывающим все-таки. Потому что я надеялся, что путем по таких простых манипуляций удастся объяснить превращение всех изотопов нигеля в 62-й никель. Ну и с остаткой там 65-го. Вот. Соответственно. А, да, 62-й. Да, 62-й. Такие вот дела. То есть, вот напротив 63-го, как бы, возникает вот эта табличка, не идет. Вот. А тут 64-й. Вот она здесь ниже. Тоже вот написано, что она не идет. То есть, 64-й. К нему добавляется нейтрон и превращается вот в 65-й. Против нее вот здесь вот эта табличка. То есть, к 62-му вот надо смотреть на 63-му изотопу нигеля. Вот такое. Надеюсь, что это кому-то было полезно. То есть, кто-то эту работу должен проделать. Вот я ее проделал. Спасибо за внимание. С вами была свободная радио Альбимота. Проект Философский Шторм. И я, Игорь Данилов. Спасибо.